Поэтому действительно весной нужно очищение, чтобы нормально все росло, чтобы ничего не мешало. Почему происходит такое явление, что к весне что-то накапливается, от чего нужно избавляться? Ну тут, конечно, очень много факторов. Если брать людей на Руси, то на зиму уже переходили на запасы продовольственные. То, что сделали и что осталось в избах, то и ели всю зиму. Иногда были такие снегопады, что даже проблематично было из дома выйти на двор. На двор пытались все равно выходить, потому что там были домашние животные, скот, и к ним надо было пройти. Но в те дни, когда это не получалось, жили над тем, что в доме. А в доме был погреб. А в погребе что там было? Амбары с зерном, овощи, квашеные капусты, соленья, закрутки какие-то, варенья, сушеные ягоды и фрукты. И вот этим всем питались. Это о чем говорит? О том, что мы все зимой так или иначе больше переходим на не очень-то живую пищу. Если даже брать наше сейчас городское существование, когда все всегда доступно, во всех гипермаркетах 24 на 7, все равно эта еда не всегда живая, потому что она либо тепличная на каких-то искусственных почвах и растет под искусственным солнцем, под фонариками, она, конечно же, напитана какими-то химическими подкормками, добавками, витаминами. И она не совсем живая для нас. Та же еда, которая привозится из тех же тропиков, да, на том же векмаркете всегда можно найти тайский манго и все что угодно. Нужно все равно учитывать транспорт. И, ну, если не брать векмаркет, а другие производители, поставщики, там все равно консервация для того, чтобы они доехали. Как-то их обрабатывают, чем-то их покрывают. Но даже которые хорошие, все равно время транспортировки достаточно большое. Как известно, что, говоря русским языком, энергия по-индийски, прана, да, по-китайски ци, или ки, или чи, неважно, все это уходит из овощей и фруктов через несколько часов после срезания с ветки. Та же, например, папайя, которая популярна, кстати, для похудения, для улучшения ферментативной функции поджелудочной железы. И доказано, что эта папайя в течение часа-полутора теряет все эти свои энзимы, которые усиливают наши ферментативные функции, позволяют переварить пищу, которую съели, которая нам не подходит, не совсем правильно. Поэтому я не любитель каких-то добавок сайхерба, различных, как я говорю, костылей, заместителей естественных продуктов. Но в случае, например, ферментов папайя я тоже за папаин. Вот и у меня он приобретен. Почему? Потому что там он, этот энзим уже точно получен, он есть. Если мы свежую папайю здесь даже купим, то не будет работать уже все, потому что ее долго везли. И поэтому зимой, конечно, мы едим, что есть. Ну, где мы возьмем другое, если мы не уехали на зимовку, если мы в городе. Поэтому, конечно, требуется очищение. Само собой, что холод и что получается, уходит солнышко, и таким образом наш пищеварительный огонь замедляется. То есть есть-то хочется больше. Почему? Ну, во-первых, от той же причины, что холодно, то есть тоже желание согреться. Хочется горячего, хочется термообработанного, хочется горячительных специй. С одной стороны, все класс, а с другой стороны, горячительные специи, они же и аппетит усиливают. И таким образом можно съесть гораздо больше, чем без них, скажем так. Психологический аспект тоже никто никуда не девал. Если мы плохо переносим зиму, не нравится холодно, неуютно, гулять по реагентам неприятно, выгнать себя на прогулку, на пробежку целый подвиг. В зале воздуха нет, да, тоже очень плохо, оксигенация, заниженный кислород не поступает. И все это, конечно, отражается на психологическом состоянии. А все-таки еда была, есть и будет самым первым средством себя побаловать, порадовать, чем-то полакомиться. Просто летом там и так всего много, и много есть способов, как себя порадовать. А зимой это же надо еще додуматься что-то другое, кроме того, чтобы что-то печеньку захомячить с чаечком. Поэтому психологический фактор тоже есть. И получается, что у нас приток пищи увеличивается, притом пища еще и часто не соответствующая потребностям организма, какая есть, а способность переварить за счет отсутствия солнца и снижения движения нашего двигательной активности уменьшается. Ну и, естественно, все это приводит к тому, что откладываются в организме, аккумулируются токсины. Ну и кто склонен к лишнему весу на такие конституции накопительные, они, конечно, его накапливают. В принципе, люфт веса несколько килограмм – это нормально. То есть там 2-3 в среднем для конституции накопительных. Это может быть и больше, и 5, и 6. То есть в принципе хорошо, но хорошо, если ты потом весной знаешь, что с этим сделать, то есть убрать. Соответственно, понятно, что всем надеюсь, что весной нужно провести себе какой-то детокс. Насколько углубленный и крутой это зависит, конечно, от того, как все запущено. Кто там очень сильно поправился или сильно злоупотреблял на Новый год и не смог остановиться еще месяца-полтора. Значит, конечно, более такой сильный должен быть детокс-курс, включающий все аспекты. Какие цели у осеннего детокса? Ну, оно вытекает из всего сказанного. То есть это очищение от зимних токсинов, которые у нас образовались. Это как бы первая цель. Вторая дополнительная цель, которая часто идет бонусом, это, конечно, избавление от зимних накоплений лишнего веса. И особенно актуально для тех, кто помимо зимнего люфта прибавил еще там сверху сколько-то. Вот это тоже, да. Вот, конечно, нужно снижать окислительный стресс и приводить в порядок кислотно-щелочной равновесие. Все же знают, да, про то, что у нас идет окисление. У нас у всех окислительный стресс. Свободно-радикальный стресс, который ускоряет скорение, ускоряет приход к каким-то болезням и даже самым страшным. Да, не буду здесь их озвучивать. И вообще очень создает большую такую в организме интоксикацию и благоприятную среду для всех заболеваний. И, конечно, весной легко выравнивать к СЧС, потому что воздух появляется, солнце появляется, больше есть желание, возможности проводить время на воздухе. Если у кого-то есть каникулы, есть возможность куда-то поехать, подышать, погулять в горы, на море, то это всегда, конечно, только в плюс. Также, ну, как мы говорили, наше дерево надо питать, то есть нужно обеспечить поставку полезных веществ нам, витаминов, макро-микроэлементов. Но тут тоже вопрос, каким образом, то есть, конечно же, желательно, чтобы это были все-таки не таблетки. Если это химически синтезированные витамины из аптек, даже самого лучшего качества, все равно это химия, она и в Африке химия. В любом случае это будет нагрузка на печень, на почки, выделительные органы, и может приводить, наоборот, к интоксикации, не оказывая своего помогающего действия. Почему? Потому что, чтобы помогающее действие было, надо, чтобы это усваивалось. А усвоение-то как раз зависит и от чистоты организма, и от работы внутренних органов, чтобы все это могло именно попасть, и куда надо разложиться, а не лечь какими-то там песком с желчным камнями в почках, и нагрузкой на печень, и в стенках сосудов. Потому что часто именно так и бывает. Человек думает, что он принимает что-то полезное, а оно даже и не усваивается. Но даже если брать органические витамины хорошие, тот же Ахерп и другие, это тоже, это уже лучше. Но это все равно не совсем хорошо. Почему? Потому что опять извне. То есть это, как я говорю, как для космонавта, который только из тюбиков может есть. И получается, что мы даем все время эту заместительную терапию организму, можно так грубо сказать, как костыли. Что ты сам не можешь ни синтезировать то, что тебе нужно, ни усвоить из пищи то, что тебе нужно. Потому что здоровый организм, он может из любой пищи, даже самой неважнецкой, все равно взять лучшее. А вот как раз ослабленный организм, ты ему там целый космос дай, на миллионы, на миллиарды скупи все, что тут есть, и все равно будет не в коня корма. Я таких вот много знаю пациентов. Поэтому нам важно не только обеспечить именно этот приток полезности, так сказать, но и обеспечить усвоение. Это вот буквально в равной степени важные вещи. Даже я бы, наверное, сказала, усвоение важнее. Для этого, конечно, требуется восстановление, пробуждение, усиление пищеварительного огня, который за зиму устал. И, кстати, забегая вперед, о средствах и методах, очень неплох даже солярий. Естественно, при соблюдении мер предосторожности, при выборе правильных ламп, правильного режима с учетом типа кожи, при отсутствии противопоказаний. Но если это правильно, разумно использовать, то как раз то, что на животик, на поджелудочную железу попадает свет от этих ламп, это уже будет усилить пищеварительный огонь. Детки маленькие, которых в солярии невозможно занести, потому что они очки из себя снимают, и уговорить их трудно. Можно вполне использовать домашние медицинские облучатели, которым уже больше, чем полвека. Тот же ультрафиолетовый облучатель детский, первый солнышко, первый детский, потому что там просто минимальный спектр лучей, и он не может, в принципе, нанести никакой вред, проверен давно. Но и он даже в каком-то смысле лучше реального солнца, потому что здесь уже отобраны именно полезные излучения и убраны патогенные. Не все же солнечные излучения полезны, а в облучателе только полезные. Плюс дозировано время, потому что на солнце пребывание трудно понять, облака не облака, как он проходит, лучи не проходит, в каком-то климате находишься. А тут четкая схема, да, и просто элементарное облучение поджелудочное, это уже запустит пищеварительный огонь, только, естественно, систематически. Никогда вздумалось, что мы все очень любим, а, я что-то такое сегодня сделала, полезно, и все хорошо. На самом деле, хорошо, да, недостаточно. То есть нужно каждый день проводить процедуры, определенный курс, да, если брать тоже солнышко, то это должно быть 10 процедур каждый день, время понарастающее, конечно же, прибавляя по 30 секунд в день, и потом поддерживающие процедуры через день и раз в три дня. То есть тогда это будет действительно запуск пищеварительного огня. Но так или иначе, его нужно запустить. Что еще есть весной? Мы с вами говорили про дерево. Если уж говорить про китайскую медицину, то дерево у нас отвечает за печень и желчеводящие пути. И печень и желчеводящие пути, они порождают, говоря по-китайски, внутренний ветер, внутренний ветер организма. Что это за история? Это такая история, которая разносит по телу, по организму все патогены, которые могут там быть. То есть все эти токсины неблагополучия, все переворачивают с ног на голову, и начинается такое ощущение, что сыпется со всех сторон, или болит сразу во всех местах одновременно. Или вот то одно, то другое, и вот сейчас такое тоже наблюдаю, потому что ветер уже пошел. Но в природе же тоже ветер пошел, мы же видим, что есть эти порывы ветра, и деревья наши качаются. То же самое с нами происходит. И листвы у них еще толком нет, и, соответственно, этот ветер их пробирает до ствола. Вот это такой же образ наш человеческий. То есть ветер внешний пробирает нас прямо до внутреннего состояния. И если внутри есть вот этот внутренний ветер печени, который поднялся, особенно, конечно, у людей деревянной конституции, вот как я, например, то, соответственно, мы разгоняем свой внутренний ветер, и он соединяется с внешним ветром, и получается тогда полный швах. Ну, погоду отменить мы не можем, но что-то мы можем. Мы можем, например, не носиться сейчас по ветру без шапок, как делают все подростки, уже голяют спины, ноги там все на свете. Эти мини-юбки, вот эти вот топики, здесь тоже точки входа ветра. И ветер снаружи влетает, соединяется с внутренним ветром, и начинается, ну, все что угодно, где тонко, там и рвется. У кого какие слабые места, то и начинается, скажем так. Поэтому задача еще такая вот, цель, да, вернее, цель, мы о целях говорим весеннего детокса, это очистить печень всем, абсолютно всем людям надо весной очистить печень. Тем, у кого она является органом-мишенью, это вот кто деревянной конституции, если братья юрведу, это тот, кто пит и конституции, да, самые печеночные люди. Ну, или просто людям, кто про себя знает, у кого она ослаблена, ну, просто по жизни доведена до ручки, либо, наоборот, врожденная болезнь жильбера какая-нибудь. То есть кто про себя знает, что печень желчная – это больное место. Обязательно нужно это почистить. И это что даст? Это, естественно, помимо чистки уймет этот внутренний ветер. Легче становится и психоэмоциональное состояние. Как по себе можно видеть, то у печени ведущая – это агрессия, гнев, когда она активна. То есть если вот очень эмоциональная, гневливая реакция на все происходящее, желание всех порубить в капусту, это активность повышенная печени. Если совсем ей плохо, и она уже даже на активность, у нее нет сил, то это те самые весенние депрессии. Депрессия, апатия, которой никто не понимает, с чего все вроде хорошо, весна, а тебе плохо. Вот это вот состояние связано как раз с сильным-сильным ослаблением печени. Если это есть, то это точно сигнал, что печень нужно почистить. И также, поскольку ветер, вот все печеночное связано с движением, то вообще повышается активность, куда-то хочется ломиться, куда-то поехать лишний раз. Но это еще нормально, нормальное весеннее желание. Но когда в гипер идет, то идут гиперкинезы. То есть это судороги, тики, подергивания, какие-то неврозы, кусания, огрызения, там чего-то вырывания. Какие-то лишние движения, непродуктивные, ненужные. Это все гиперактивность печени. Дрожь, передергивания странные какие-то, мурашки на ровном месте. Вот мышцы как-то тык-тык где-то вот сами сокращаются. Это все сигнал, что нужно чистить печень. И убирать ветер для того, чтобы быть неуязвимыми. Сейчас все кричат, коронавирус, там еще какой-то вирус параллельно. Ну так если себя, свое внутреннее состояние привести в баланс, и никакой ветер изнутри не будет ломиться, открывать ворота, заходи, коронавирус, то ничего этого не будет. Поэтому обязательно весной всем нужно почистить печени, почистить свои печени. Тем более, что очень связанно с нервной системой, психоэмоциональным состоянием. Если чувствуешь, что все время несет, зашкаливает, то надо с этим что-то сделать. Ну и еще какие цели у весеннего детокса. Просто они даже не совсем к детоксу относятся, но как иммунолог не могу не сказать. Нужно обязательно заняться местным иммунитетом, укрепить его. Потому что эти всякие как раз вирусы, вот когда они к нам подступают, то с чем они в первую очередь сталкиваются? Они сталкиваются с внешними барьерами организма. А что у нас внешнее? Кожа, слизистые оболочки. То есть получается во рту то, что через пищу попадает, в носу то, что мы вдыхаем. Понятно, что и глаза, конъюнктивиты тоже ветром приносят спокойно. И женская половая сфера сюда входит. И вообще весь желудочно-кишечный тракт, он тоже выслан слизистыми оболочками. В каком-то смысле он внутри, да, кишечник, но он тоже наружный. Потому что пища снаружи в него приходит. Вот так вот. И недаром же говорят, что кожа – это вывернутые наизнанку кишки. То есть они по-любому друг с другом связаны. И поэтому наш местный иммунитет подразумевает в себе все. Нос, носоглотку, ротоглотку, горло, гортань, рот изнутри, женские половые органы наружные, внутренние и кишечник. Вот это все к понятию местный иммунитет относится. И местный иммунитет обязательно нужно весной укрепить. Но для того, чтобы были все стражники готовы и отстреливали все эти вирусы только так. Потому что вирус, бактерия, неважно, что любой инфекционный агент, когда приходит, ему для начала нужно там вообще как-то прикрепиться. Адгезия это называется. Если хорошо работают все местные факторы вот этого иммунитета местного, то он не прикрепится, его там отпихнут. Он как царь горы на эту гору не взберется, да, его с этой крепости скинут. Потом уже идет вот эта пенетрация, внедрение. Тоже есть возможность у организма предусмотрено на этой стадии его замочить, чтобы он не прошел в рак. Потом дальше уже идет разборка на уровне иммунных клеток. Потому что если он уже внедрился, то идет сигнал, начинается на местах выработка антител, начинается запуск других иммунных факторов местного иммунитета, иммунного ответа. Его начинают мочить дальше. Но если он все эти барьеры пройдет, то дальше уже понятно, кровь, лимфа и непосредственно ткани. Это уже, ну извините, пропущенный гол. Разбираться уже внутри ворот придется. Поэтому местный иммунитет обязательно нужно весной укрепить. Это вот такие цели, которые мы с вами берем себе на весенний детокс. Ну, значит, собственно говоря, для этих целей какие у нас основные задачи? Ну, в принципе, понятно, что кому надо, тому наладить стройность, наладить местный иммунитет и вместе с ним биоциноз, потому что сапрофитные бактерии – это, наверное, 90% успеха работы местного иммунитета. Это, конечно же, облегчение пересмотра меню. Такая будет задача. То есть переход с зимнего меню на весеннее меню. Это, опять же-таки, изменение образа жизни. Хватит уже сидеть, можно уже вылезать. И это забота о печени очень большая, особо нежная весной. И вот снятие этого внутреннего ветра. Вот это вот основные задачи, которые мы в нашем детоксе для его цели решаем. Соответственно, теперь средства. Как мы это все будем делать? Что касаемо меню, то вот я сказала, что пересмотр. А что за пересмотр? Конечно, самое простое, что мы можем сделать, мы не должны же себе как-то резко взять и ограничить, убрать прям все, что мы ели. Потому что, во-первых, создастся стресс психологически. Человеку тяжело, когда раз, и чего-то нет. Это уже какой-то происходит стресс, что надо сделать какое-то преодоление себя, уговорить, что и не надо, что и так хорошо. И это сложно. Лишний стресс – это всегда источник болезней. И это нам не нужно. Также это стресс для пищеварительной системы. Если мы резко все бросаем, мы начинаем грызть одни сыроедные какие-то овощи, фрукты и травку, то это тоже будет неправильно. Можно сделать ферментативный срыв. Поэтому самое простое, что можно сделать, это пока не отменить сразу резко, кто еще не отменил, а добавить. Добавить в еду что-то другое еще дополнительно, чтобы потом уже потихонечку убирать, убавлять, когда организм настроится на другую какую-то еду. Что хорошо было бы добавить? Можно было бы добавить сейчас на каждый день зеленые коктейли. Здесь наверняка продаются. Тут какие-то травки выращивают с доставкой, которые можно домой себе заказать и из них делать. Вообще сейчас полно фермерских хозяйств, где можно уже сейчас обеспечить себе в доме поставку травы. Будем как козел. Шутки шутками, но это очень нужно, потому что весна – это время расцвета как раз роста зелени, и это и будет природосообразное питание. И при том вот это средство, вот эти зеленые коктейли, они отвечают вот из наших задач, задачи 1, 2, 3, 4 и 6. То есть 1 – это детокс, 2 – это биоциноз, 3 – это пересмотр меню, 4 – ферментативные функции пищеварения, 6 – забота о печени, снятие ветра. И всему этому будет соответствовать. Даже шестому. Почему? Потому что дерево, которое за печень отвечает, или она входит в его круг ответственности, это зелень, то есть это адекватно, есть то, что растет. Зачем нам нужны эти зеленые коктейли? Много зачем, но самое такое, что в голоса сразу бросаете, это хлорофилл, который содержится там. Хлорофилл, по сути, это концентрированный свет солнца. Вот это понятно. И без солнечного света невозможно. Ни жизнь, ни хлорофилл, ни вообще ничего. То есть это как бы концентрированная солнечная энергия. И получается, что эта молекула хлорофилла, уже доказана учеными, очень схожа с молекулой гема человеческой крови. А весной очень часто анемии, гемоглобин низкий, различные виды анемии накрывают. Так вот не надо железо глотать химическое из аптеки, которое может не зайти, совершенно ничего не дать. Или даже если даст. Вот это будет временно, потому что мы даем этот костыль, но ничего не налаживаем в теле. И потом, когда мы перестаем принимать, все потихоньку обратно возвращается. А если мы принимаем, например, вот эти зеленые коктейли, то хлорофилл, который там есть, он не просто дает это, а он налаживает полностью весь организм, чтобы железо усваивалось из пищи нормально. Также он, конечно, является очищающим, убирает все эти патогенные бактерии, грибки, даже видоизмененные клетки, которые могли бы стать онкологическими когда-то впоследствии. И если не хочется эту траву даже сжевать, можно для начала, вот это тот бац, за который я скажу, что можно это купить, хлорофилл живой, в виде, в смысле, выделенный из растений, экстрактированный, концентрированный. Он есть в виде таблеток, в виде порошка, и можно, если вы делаете дома смузи, полезные коктейли, туда хоп, ложечку, и все, и будете получать хлорофилл. Кто любит глотать таблетки, привык таблетки, удобнее с собой брать в путешествие, в карман положить, в машине кинуть, это удобно бывает, особенно, когда ты в дороге, блендера нет с собой, не вопрос, мы берем с собой тогда таблетки. И очень здорово он действует как раз на биоциноз, который, как я говорила, наверное, не знаю, трудно в процентах вычислить, но на две трети от биоциноза, от наших дружественных сапрофитных бактерий будет зависеть весь наш иммунитет. И вот этот хлорофилл, он как раз будет создавать эту самую среду. Ну и, как я уже сказала, повысит гемоглобин, дает ощелачивание, то, что мы о КСС вначале говорили, предотвращает трансформацию нормальных клеток в онкологические. Он очень хороший заживитель. Это что значит заживитель? Это не только раны, ссадины, это и внутри. Очень у многих есть недостаточность слизистых оболочек, пищеварительных соков. И не обязательно, чтобы вам прям вот сунули трубку, эту гастроскоп и поставили гастрит. Просто посмотрите на свой язык в зеркало с утра, до того, как ели, пили или чистили язык, если чистите. И посмотрите, если есть в серединке такая трещинка, полосочка глубокая, значит, точно есть гастрит. Можно не ходить к гастроэнтерологу, трубками не давиться. Или если есть географический язык, это пятна такие. Ну, вот как карта мира, поэтому и географически. Красные, розовые пятна. Или если язык лишён налёта, то есть он практически прям вот тело языка или ярко-красное, или просто розовое, но налёта нет. В общем, чем краснее, тем всё запущеннее. Если просто даже розовый нормальный, но нет налёта, это всё равно гастрит в любом случае. Тогда нужно хлорофилл, потому что он заживит всё, что в желудке. Желудок будет способен нормально переваривать пищу, усваивать оттуда всё. И по языку будете смотреть каждый день, как процессы идут. Что как только затягивается, всё это, убираются пятна, трещинки уходят. Бывает много мелких трещинок, бывает, как ёлочка новогодняя, стволы оттуда тынь-тынь-тынь-тынь, вот иголочки, веточки. Вот они должны сглаживаться, исчезать, и покрываться тоненьким, белым, таким полупрозрачным, не толстым налётом, через который просвечивает тело языка. Вот это нормальный налёт. Будет всё приходить к такому виду. То есть даже ещё есть такое действие у хлорофилла, это действие на сердечно-сосудистую систему. Она тоже очень страдает весной, потому что печень отвечает за сосуды, за их тонус, за соотношение симпатической пары симпатической. Поэтому сейчас у многих наблюдается метеозависимость, головные боли, мигрени, подобные головные боли, какие-то сосудистые кризы, ВСД-кризы, которые могут весной особо тяжело проходить. Ну и уж у кого-то, если действительно есть сердечно-сосудистые заболевания, или там эссенциальная гипертония, то на самом деле есть и приступы сердечные, и аритмия, и риск инфаркта, инсульта, он повышается. Поэтому за сосудами тоже весной нужно смотреть. И это не только обливание, закаливание, спорт, это тоже очень классно. Но это еще чистка печени, это еще флавоноиды, и флавоноиды это не только капиллар, который все знают для сосудов, и не только детролекс, венотоник, и все его аналоги. Хотя это тоже неплохо. Но это, как ни странно, это еще и хлорофилл, который в этом тоже поможет. То есть он действует еще на состояние лимфатической венозной системы. У кого-то, если есть сейчас отеки, ноги, руки, глаза, у кого где, у кого-то внутренние отеки, то он тоже здесь будет очень хорошо. За счет того, что он делает детокс печени, хлорофилл, он улучшает зрение, вообще состояние глаз. К тому, что много, как я за компьютером торчит, замечают, что начинаются какие-то мушки, мелькание, туман перед глазами, что-то не видно, уже хорошо начинаешь присматриваться. Вообще усталость какая-то глаз, как будто песок в глазах. Вот это все печень. За глаза отвечает печень, это ее врата. И хлорофилл тут тоже поможет. Почему я говорю, что он очень многозадачная штука, и в свою схему детокса вы его можете включить. Вот. Ну и, собственно говоря, в зеленых листьях у нас находится вообще все, кроме, наверное, витаминов В12 и витамина К, но прием свежей зелени, зеленых коктейлей будет налаживать естественный синтез их в организме. То есть в любом случае это и будет как раз витаминизация. Что в зеленые коктейли вытеклась? Да что угодно. Про каждую травку можно долго рассказывать, точно времени не хватит. Я предпочитаю брать в основном пророщенные ростки, свежие. И здесь такие продаются. И можно брать не только всем известные шпинаты, листовые салаты, петрушка, сельдерей, тот же нами любимый укроп, кинза, базилик во всех его видах. Хорошо сочетается для вкуса с зелеными яблоками, с киви, если хочется, чтобы еще было вкусно. Не только эти всем хорошо известные нам травки. Можно брать еще дикоросы. Дикоросы – это тоже отдельная такая история детокса. И природа на самом деле все дала людям. Просто люди ушли в города и забыли, как этим пользоваться. Люди, которые на природе как-то с этим связаны, они знают, как это найти, как собрать, как выбрать. Ну, я же не могу у нас всех позвать сейчас в поля, в леса, выискивать какие-то сорняки и разбираться с ними. Поэтому просто можно все это купить. Купить, заказать, что есть специальные люди, которые знают, как это сделать правильно для нас. И нам остается только приобрести. То есть вот помимо зеленых коктейлей очень хорошо бы использовать дикоросы. Я буквально несколько назову, потому что вы, может быть, тут их встретите и сможете приобрести. Самое, конечно, известное, наверное, вы знаете, сныть. Слышали, да? Да, вот сныть очень хорошая штука. Я ее просто сама по себе хорошо знаю. Вот в ней содержится куча всего, в том числе витамины А, С, белки, что для нас, вегетарианцев, очень кстати. Естественные сахара, фруктоза, клетчатка, что тоже нужно для детокса. Ее же само эфирное масло, кумарины, флавоноиды, про которые говорили, яблочная и лимонная кислота, это чистка печени, микро-макроэлементы в огромном количестве, магний, калий, марганец, железо, бор, медь, титан. И, собственно говоря, ее главное очень много не варить, потому что она очень нежная, чтобы не истребить все вот эти ее полезные свойства. Ее можно даже буквально просто пришкварить кипятком на несколько минут там оставить, ну, несколько, это громко сказано, 2-3 минуты. И дальше куда угодно, кому как нравится. В салат, в суп, в овощи, в суп-пюре, в овощное пюре, вот в этот зеленый коктейль. И главное, как всегда, каждый день. То есть это не должно быть по наитию, а то мы даже, бывает, купим и вспомним через месяц. Ой, ну да, я же покупала. То есть прямо себе, если мы расписываем детокс-меню, значит, мы себе прямо вот берете листочкой на холодильник, вешаете, и там у вас прямо написано, зеленый коктейль там на завтрак, сныть кладу в обед в суп себе, например. То есть чтобы это было прямо вот четко. Ну, лопух, да, тоже всем хорошо известное растение. Вот лопух вообще, у него практически все съедобно. Даже его уже, у нас-то в Сибири и на Кавказе он и так растет, а где-то в Японии там не было, так они специально выращивают, просекли, какой он нужен. Особенно понятно, популярен корень, хотя все используется. Почему вообще корень лучше? Потому что он внутри содержится, внутри земли. И там как бы самое ценное. Все, что он напитал из земли еще тут. То, что выросло на поверхности, оно уже как бы не такое ценное. Почему вот весной так нужны корнеплоды нам в питании? Банальные, простейшие. Корневой сельдерей, свекла, редька, репа. Ну, репу, правда, всю зиму ели, по идее, славяне. Ну, сейчас тоже еще можно. Все, что в земле, потому что оно несет в себе максимальную концентрацию полезности и как бы собирает в себя всю силу земли. И эти корнеплоды особенно полезны тем, кому нужно сделать акцент на задачи иммунитета, не только местного, но и общего. Поясню вкратце, почему так. По китайской медицине иммунитет у нас находится в почках. Там две почки, одна почка мочеполовая, мочевыделительная, вернее, так сказать, мочевыделительная. А вторая почка как раз половая, репродуктивная, минмэнь. И вот эта репродуктивная почка минмэнь, в ней содержится весь врожденный иммунитет, который передали от родителей нам. И почки – это единственный китайский орган, так сказать, система, вернее, которая не бывает синдрома полноты. Почему? Потому что не бывает полнее полного. Что родилось, то родилось. Мы не можем там еще одну ногу себе пришить. Вот что есть. И поэтому почки, они вот нам дано, а дальше мы их только тратим. Поэтому мы должны их постоянно восполнять, чтобы восполнять потраченное и приводить хотя бы в первозданный вид. Насчет полнее полного можно поспорить, потому что у кого-то, может быть, кто-то родился, и все как-то пошло не так. То есть роды какие-то сложные, ранний период жизни какой-то был очень сложный. И они уже израсходовались вот в первые часы и дни жизни. И тогда это не будет врожденным, это все равно будет приобретенным, но просто очень быстро приобретенным. И поэтому вот сильно ослабленных детишек их можно все равно восстановить. Это не будет полнее полного, это будет наполнение до генетически предусмотренного запаса. Это нормально. Поэтому нам нужны корнеплоды, конечно. Ну и, соответственно, все, что слово «корни», оно очень эффективно работает. Если брать фитотерапию, то там корень аира тот же, это очень мощная штука, кстати, для чистки печени. Можно включать корень аира в свои травяные сборы. Но сразу предупреждаю, очень горький. Если соберетесь чаек, попить с удовольствием не получится. Выпить надо как лекарство. Корень лопуха его можно даже жарить, вот как спаржу иногда мы куда-то кладем в салаты, варим, жарим. Из всех, кстати, дикоросов делают муку. Я не знаю, есть тут или нет. Но если мы будем в домашней хлебопечке делать хлебушек из муки, из дикоросов, то это вообще огонь. То есть это очень прекрасно будет. Папоротник тоже очень хорош. Правда, пригодны только два вида для еды. Это орляк и страусник. Но я думаю, что производитель нам другого не предложит. Там собирают молодые побеги, и их как раз немножко поварить нужно 10 минут. Вот дальше тоже можно делать что угодно. Его даже маринуют, делают салаты, жарят, варят. Они вообще на грибы похожи. То есть идут как замена грибов, кому их нельзя. Вот мне нельзя грибы по программе Монахэлс. Я могу из папоротника грибы сделать. Как у нас шубу заменили вместо селедки морские водоросли, для нас, для вегетарианцев, так и здесь. Вот пырей. Про пырей думают, что это сорняк, но это не совсем сорняк. Из него тоже классная мука. И из него можно делать не только хлеб, но и добавлять в кашу или вообще варить кашу, вот как мы льняную запариваем. Это тоже детокс трава, в основном для очищения. Дикий ревень. Он растет в горах. У нас на Алтае он бывает. Ну, в общем-то, и не только. А то, что в горах, тоже особо ценно. Почему? Потому что в горах очень мало солнечного света. Там резкий такой климат. И короткое время, когда бывает как-то тепло и благодатно, и все эти горные растения, они успевают хоп-хоп быстро-быстро максимум себя собрать. И поэтому они такая вот прям бесценная кладезь. Поэтому все, что горное, все, что со словом горное, это обычно такое особо эффективное. То есть если наши дикоросы, которые растут в нашей полосе, это просто, ну, каждодневная полезная хорошая пища. Если говорить про горное, то это же будет лечение. Это такой уже пинок, чтобы поднять себя из мертвых. Есть еще стеркалист, который в лесах в нашей стране. Тоже можно варить, печь. И даже есть сырыми, что ценно, что нет никаких ядовитых свойств. И не надо никак обрабатывать. И, соответственно, терять витамины, макро-микроэлементы. Похожи они на орехи, на каштаны. Вполне себе. Тростник. Тростник, все знаете, он возле водоемов растет. Высокий такой, до полутора метров в длину. И там тоже очень мясистое корневище. И вот этот корень тоже очень полезный, насыщенный витаминами и макро-микроэлементами. И варите, и жарите, и печь, и все, что угодно. Ну, на самом деле, дикоросов огромное совершенно количество. Я так понимаю, что время мало остается. Я поэтому все про него говорить, все про дикоросы говорить не буду. Главное, что я вам такой червяк голову забросила. Я прошу прощения, у вас еще 10 минут. Мы можем еще пообщаться с аудиторией. Как вам? Прекрасно, я рада. Я еще хочу много что сказать. Давайте. Давайте, если что-то я там не успею, вы прям подойдите ко мне. Я вам раздам просто свой контакт на визиточке. Там сайт мой, на сайте есть все, куда мне написать. И там есть мой YouTube-канал. И вот это все там бесплатно, открыто, сколько хочешь. Только читай, только слушай. Вот, чтобы у вас это все. А, вот в бумажном пакете можете людям раздать? Вот в этом вот бежевом пакете, там коробка с визитками. Там указан сайт, а на сайте есть раздел контакты. И там все. Мессенджер Facebook, Instagram, ну все, как у всех. Вот. Собственно, с дикоросами я вам забросила. Ну, а что как бы из нормальной еды, да? Какие есть продукты, обычные нормальные наши продукты, которые общепринято признаны детокс-продуктами? Вот. Это еще проростки, да? Первый был у нас хлорофил и зелень, да? Второй – дикорос, а третий – проростки. Проростки. И понятно почему, потому что зерно – это потенциал, да, который в себе содержит все будущее дерево или растение, всю будущую жизнь. Поэтому, употребляя зерно, мы берем весь цикл развития от зерна и до плода, вот прям сразу. Хотя плода там еще нет, но потенциал плода в этом зерне уже есть. Вот. Ну, и плюс то, что они свежие, да, их никто не вез никуда, ничем не поливал. Поэтому проростки – это самое крутое, что можно покупать. Все, наверное, знают про витограсс. Вот он и здесь, наверное, продается. Витограсс – это проростки пшеницы. В чем его ценность? Он очень легкий для усвоения, как все, что с пшеницей связано. Как для маленьких деток, за 20 минут усваивается он полностью организмом. Ну, конечно, если не съест его кто-то там поверх бараньей ноги сразу, да. Лучше все эти вещи или натощак, или с легкой едой, чтобы это хорошо усваивалось. Это реально суперфуд, модное такое слово, да. Но он действительно супер, потому что он содержит 92 из 115 минералов вообще возможных. И там тоже куча витаминов, и незаменимые аминокислоты, и все, что угодно. 17, точнее, аминокислот туда входит. И он также занимается детоксом, очищением организма. И самое главное – транспортировки кислорода внутри ткани организма в клетках. Снижает образование свободных радикалов. То есть говорили про окислительный стресс, помните про него. Вот, и очень полезна эта штука. Но есть же люди, кому нельзя. Например, мне нельзя пшеницу по иммуно-хелс. Соответственно, я себе выберу другие проростки. Любые проростки весной очень хороши в пищу. Что с ними делать? Бросать в салаты щепотку. Дети, если даже капризничать, они не заметят, там по чуть-чуть будет. И также вот в зеленые коктейли. И не обязательно в зеленые, в любые смузи. Даже если вы делаете смузи, даже фруктовые какие-то, вы туда все равно можете немножко бросить проростков. Вот, ничего страшного не будет. Они вкус не испортят, зато дадут кучу пользы. Вот, это получается у нас уже третье. Но дальше уже просто теперь точно расскажу про обычные продукты, которые весной для детокса нам нужны. Но с чего это будет складываться, группа этих продуктов? Что мы от них вообще хотим? Мы хотим, чтобы это была клетчатка, чтобы она продвигала что-то по кишечнику и способствовала профилактике запоров и вообще очищению желудочно-кишечного тракта. Хотим, да? Мы хотим, чтобы это чистило печень и убирало внутренний ветер, исходя из наших целей и задач, да? Мы хотим, чтобы это нас наполняло, напитывало. А вот, если вот эти все свойства соединить, да, ну и желательно еще снимать хроническое воспаление в организме, выравнивать КСС и такое, чтобы можно было кушать и не поправляться. Вот, чтобы это была какая-то облегченная колорийка или, как говорят, с отрицательным колоражем. Что это за группа такая продуктов? Ну, конечно, наш любимый чеснок. Правда, я узнала недавно, когда была в Израиле, в ноябре, с ужасом, что оказывается у нас в России почти весь чеснок либо китайский, либо из китайских семян, выращенный уже здесь. Ну, типа дешево там покупать семена, наверное, фермерам, не знаю. Что он не соответствует всем тем свойствам противовирусным, вот этим, которые прям про него эти ода чесноку везде написаны. И что нужно знать, какой ты покупаешь чеснок, из каких семян. Вот в Израиле, кстати, есть эти кибуцы, израильские, еврейские колхозы, где выращивают правильный чеснок. Я на всякий случай сравнила. Ну, да, отличается. Вот он не такой красивый и удобный для чистки. Крупный такой, где долька такая здоровая, раз, и он почистился. Наоборот, мельче, такой более сухой. В общем, совсем другой чеснок. Ну, тут я, конечно, не эксперт, не скажу, где прям вот купить. Но, тем не менее, такая есть информация. Вот зачем он нам нужен? Он будет убирать вот эти патогенные бактерии, которые сегодня упоминали, в каком-то смысле содействовать, вылечивая дисбактериоза. Ну, конечно, переборщить тоже нельзя, потому что можно создать себе гастрит, изофагит и всё такое. И вообще дисбактериоз – дело тонкое, говорю вам как микробиолог. Поэтому, если кто-то реально ощущает у себя явление дисбактериоза, то есть вздутие с живота, метеоризм, ну, газы, то бишь, да, какие-то изжоги, отрыжки, тяжи в животе после еды, нарушение стула, нерегулярность, стул с примесями, стул с запахом, какой-то некрасивый, какой-то неароматный. Это всё дисбактериоз. Поэтому, если такое есть, ну, а что у йогов бывает, это, я говорю, нормальные люди едят фиалки, а ходят в туалет стулом, а йоги могут что угодно съесть, а фиалками сходить в туалет. Это вот вопрос нашего усвоения, трансформации. Поэтому, если у кого-то есть дисбактериоз, это уже лучше, конечно, индивидуально ко мне записаться, обратиться, потому что нужны анализы, нужны обследования. Но если всё нормально, ничего не запущено, то просто чесночок. Кому аккуратно с чесночком не переборщить? Ну, конечно, питок, институциям по аюрведе, потому что они и так активные, взрывные, чеснок ещё больше будет так не поднимать, и психическую энергию тоже. Аккуратно деревьям, конституциям по китайской медицине. Ну, и людям, которые вот особо тонкие, просветлённые, которым нужно медитировать, связь с тонкими энергиями, с богами, не стоит, потому что чеснок заземляет, и медитация не зайдёт. Будешь сидеть, ничего не чувствовать, короче говоря. Перед какими-то утончёнными практиками не стоит. Вот. Дальше следующий такой суперфуд тоже – это цампа. Я её познала, когда была той осенью в Калмыкии. И, собственно говоря, это ячмень, ячменная мука, но она перемолота со всеми оболочками. Вместе ничего не очищено, не раздроблено было. Вот эта вот кожура внешняя не убрана. Не знаю, как здесь, но на Дели-Базаре точно стоит мужик из Калмыкии и торгует цампой. Я думаю, что можно найти. Вот эта вот цампа ячменная – это тоже суперфуд, просто почему-то никто не думает, что как же это так просто. Что с ним делать? Можно из него, конечно, кашу варить, как тибетские монахи, но не знаю, как она вам понравится, специфичная. Поэтому можно брать просто и бросать это в те же, опять же, в коктейли, смузи, в кашу, в другую какую-то, в супы, в супы-пюре, в овощи, в домашний хлеб. Я вчера пекла хлеб в хлебопечке. Это отличное средство впихнуть в детей всё, что угодно полезное. Ты просто всё это пихаешь в хлеб. И оно там не чувствуется, вкус его вообще не портится. Но, тем не менее, это очень полезно. Цампа, она исследована уже Лунским университетом в Швеции в 2015 году. И там нашли, что она снижает уровень сахара в крови. У кого проблемы при диабетическом состоянии, может быть, инсулинорезистентность, зависимость от сладкого. Вот этим людям она очень подходит. Она ещё снижает аппетит, что нам, собственно говоря, и требуется. И употреблять-то её надо обязательно каждый день тогда, желательно на завтрак. Минимальный курс хотя бы 3 дня, чтобы заметить какой-то результат. То есть если мы думаем, что мы один раз поели кашку, и уже нас не потянет на тортики, ну нет. Организму нужно время как-то насытиться сначала, чтобы этого было достаточно всего, перестроить обмен веществ. Поэтому как бы эксперимент от 3 дней. Но есть, конечно, другие препараты, которые устраняют повышенную тягу к сладкому. Это всё равно связано с работой и психики, и с работой поджелудочной железы. То есть с этим можно разбираться. Следующий продукт, который очень нужен весной, это брюссельская капуста. Она как раз маленькая, да. Её не любят, потому что она горчит. Ну просто надо замочить немножечко сначала. Ну вот говорят, в ней всего 38 калорий в 100 граммах. Зато в ней клетчатка, в ней много всяких как раз полезных витаминов, нутриентов, которые нам нужны. Она считается похудительным продуктом. И если хочется сильно кушать много и прям целый таз, ну съешьте таз с брюссельской капусты. Веса не прибавится. Точно будет, наверное, хороший детокс кишечника. Вот и всё-таки аппетит будет удовлетворён. Вот. Ещё такой суперфуд, он, конечно, круглогодичный. Но весной тоже очень актуально. Это льняное семя. Но тут вообще сам Бог велел во всё его пихать. То есть можно посыпать им салаты. Можно купить. Вот здесь, кстати, делают. Я пробегала, видела льняное масло. Льняное масло просто как лекарство. Одна-две столовые ложки в день прям записать себе в нашу бумажку на холодильник и употреблять. Поливать им салат не советую, потому что, ну, во-первых, специфический вкус. Во-вторых, при контакте с воздухом сразу же идёт окисление, взаимодействие. И если вы, конечно, проглотите салат быстро, то это тоже не айс. Нужно есть медленно, постепенно и спокойно. Поэтому лучше его просто проглотить, эту ложку, а потом спокойно кушать и не торопиться. Вот лён, понятно, что там и клетчатка, и он понижает плохой холестерин, и он связывает с собой токсины и выводит их из организма. То есть он работает как энтеросорбент. И не обязательно кушать там полифепам допотопный или энтеросгель современный и прочие радости, когда можно просто взять лён. Лён. Некоторым нравится его просто жевать во рту. Ну, он на самом деле не горький, не мерзкий, но тогда надо хорошо прожевать. И как ещё можно вкусно есть лён? Полно льняных чипсов. Не знаю, здесь ещё не видела, но знаю, что продают в Акусвилле даже. Уже сделаны, например, с морской капустой. Морская капуста – это, наверное, единственный универсальный для вегетарианцев наполнитель печени. О, извините, почек, почек, почек. То есть вместе с ламинарией, со спирулиной, вот эта морская капуста, которую, как Задорнов рассказывает, на курилах она просто лежит километрами бесплатно, и можно ей обвешаться. И потом жаба давит в японском ресторане в Японии платить за суши бешеные бабки. Ну вот, как раз вот этим можно пытать наши почки, укрепить наш иммунитет, дать себе сил. И это тоже нужно использовать обязательно. Я к этому ещё, наверное, успею вернуться. Ещё молодящий антиоксидант – аспарагус. Видели такой зелёненький, длинненький, тоже на аспаржу похож. Он даже в обычных ашанах продаётся, этот аспарагус. То есть это как бы обычная еда. Он содержит глутатион, а глутатион связывает тоже токсины и выводит из организма. Так же, как и льняное семя. То есть это тоже очень такой детокс-продукт. Кстати, сама аспаржа, по-моему, третий раз её упоминаю, она сама по себе содержит пребиотики, которые тоже питают здоровые наши симбиотические бактерии желудочно-кишечного тракта. А также мягкая, естественно, и мочегонная, и помогает убирать лишнюю воду и соль. Особенно, если остались после зимы какие-то приправы, майонезные салаты солёные, вот это всё надо выводить. Вообще сейчас желательно весной перейти на гипонатриевую соль. Даже есть такой магазин, по-моему, «Соль жизни» называется. Там каждое 12 видов гипонатриевой соли. Ну, отличаются они в основном добавками каких-то специй и травок, а есть в чистом виде. Ну и какие-то продукты, которые усиливают отделение воды, это очень хорошо. Поэтому спаржа здесь подойдёт. Ну, брокколи, наше любимое мясо вегетарианца, да, вместе с авокадо, до него сейчас тянет естественным путём. Я прям что-то каждый день сейчас на эту брокколи налегаю, видимо, организм требует. Да, вообще относятся к крестоцветам, а все крестоцветы – это лучшие друзья печени, да. Про печень уже сказано немало, что она всему голова, и сейчас её сезон, сейчас сезон печени. Поэтому сейчас время брокколи. Можно её каждый день есть. И клетчатка там тоже есть, и токсин она тоже выводит. Я вообще её обожаю. Кто не любит, просто готовить не умеет. Свёкла. Уже упоминала про корнеплоды, что свёкла, она тоже кладезь антиоксидантов для нас, наша обычная русская. И тоже она чистит печень. Может, помните, такой окер был, который сокотерапию писал книжку, и вот там было очень много рецептов на основе именно свекольного сока. И это правда. Помимо соков и варёной свёклы, хочется же как-то поесть сырую. Сырую как бы невкусно. Как её поесть? Можно поесть в виде салата щётки. Туда её входит немножко. В салат щётка вы можете всё что угодно нащетинить. Классическая это капуста, морковка, свёкла. Но их много-много видов, если погуглить. У меня есть свой сборник щёток, который подобрать можно под себя. Если такую щётку со свёклой сырой, натертой, раз в день кушать, это будет супер. Мало того, что детокс, очищение организма происходит ещё, и мы получаем неразрушенные свекольные витамины, потому что нет у нас с вами термообработки. То есть вписываем себе уже ещё в меню салатик-щёточку ежедневную. Сельдерей. Ну, про корневой я, в принципе, уже говорила, но есть же ещё стебли и листья. Если нравится, то тоже хорошо, потому что вот он как раз из тех, про кого говорят, что он с отрицательным колоражем. То есть худеющим очень подойдёт. И также он нормализует метаболизм. И метаболизм, как я говорила, у нас после зимы нуждается в реанимации. И сельдерей – очень хорошая тут вещь. Авокадо – это как раз ещё больше мяса вегетарианцы, чем брокколи. Это просто источник не только белка, но и полезных жиров, тех самых липопротеидов высокой плотности, которые мы хотим у себя в анализе по биохимии видеть, чтобы коэффициент атерогенности был низким. Для этого нужно каждый день съедать один авокадо. И просто с солью, и просто с перчиком, и в салатике, и в смузи, и в коктейле, как вам нравится. Я просто его и так очень люблю. Приучайте себя к авокадо, кто ещё это не сделал. И вот мы упоминали про сосуды. И как раз-таки очень хорошо чистят сосуды. Профилактика атеросклероза, холестериновых бляшек. Очень хорошее действие на сосуды. Вот. Лимон, из того, что я ещё должна обязательно вам сказать, и это прямо, мне просто показывают, что время прямо мало, да, про лимон я обязательно должна сказать. Его надо ввести в ежедневный рацион. Прямо приучите себя сейчас весной особенно начинать каждый день со свежевыжатого лимонного сока в тёплой воде. Именно в тёплой. Почему не в холодной? Потому что холодную нашему желудку, пищеварительному тракту надо будет ещё согреть, потратить на это силы. Если мы выпиваем в тёплой воде, она мгновенно попадает в кровь, сразу усваивается. И это, кстати, решает проблему детей, школьников, которые в школе не могут сходить в туалет, потому что там неудобно, нечисто и стесняются. Утром дома ещё не хочется как быть. Они терпят до вечера, зарабатывают себе болезни. Если выпить утром с тёплой водой лимонный сок, то в туалет через несколько дней это наладится. Будет человек ходить сразу. И также очень хорошо туда добавлять и грейпфрут. Но это не обязательно с утра, потому что с утра горечь как-то не очень. Но я это использую в виде терапевтического действия лечебных эфирных масел. Вот, всё, уже у меня время кончилось. Я назову ещё имбирь, назову ещё крест-салат. И хорошо, что я заранее вам упомянула. Надеюсь, вы запомнили про спирулину. На самом деле я хотела ещё рассказать про весенние специи, которые сейчас стоит добавлять в пищу. И не успеваю. Но вы не расстраивайтесь, у меня на YouTube-канале есть большая лекция про специи. Можно просто её или у меня спросить, я вам ссылку дам. Вы просто скажите, нам нужно уже переключаться потихонечку. Вы очень интересно рассказываете. Я прям не могу вас прервать, но просто вот лимит времени. Друзья, скажите, просто я так поняла, что визитки я всем раздала. Канал у вас есть, можно посмотреть, почитать. Может быть, есть буквально время на один-два вопроса. Если кто-то очень хочет, можем задать. Либо потихонечку отпускать ладу. Есть ли какие-то вопросы? Вы обязательно со мной софторизуйтесь в контакте. У меня есть детокс-курс весенний, который сейчас стартует. И там гораздо больше. Можно спросить, зелёный коктейль детям с какого возраста можно давать? С какого возраста? На самом деле, вот как у ребёнка это делается. Если, когда мама была беременная и это кушала, то уже всё, уже с любого тогда возраста. Потому что, как говорится, первая встреча с инсигеном, она произошла через кровь и плацетарное кровоснабжение. Второй момент, вторая встреча – это во время грудного вскармливания. Мама была кормящая и кушала зелень, обычную зелень. Всё, как бы у ребёнка тоже встреча состоялась. Какие-то аллергии, непереносимости бывают тогда, когда беременную либо кормящую посадили на гречку с водой. Если такого маразма не было, то ребёнок уже может всё это кушать. Если, какая-то, была тяжёлая история аллергическая, и действительно там всё очень избирательно, и мама может не любить, или ей запретили, то тогда, в принципе, опять же, возраст любой, но чем младше ребёнок, тем незрелее ферментативная система, тем больше нужно вводить это как прикорм. Как прикорм – это значит педагогический прикорм, либо педиатрический прикорм. В чём разница? Педиатрически мы даём маляпуську, вот прям на зуб, потом чуть-чуть увеличим каждый день, увеличиваем вдвое вот эту маляпуську, пока не дойдём до порции. Если мы идём путём педагогического прикорма, мы эпизодически даём пробовать. Но это в данном случае будет не очень благоприятно, потому что мы так очень долго будем доходить до полного объёма. Вот если использовать педиатрический, то в течение где-то двух недель можно будет дойти до полной порции. Если нет индивидуальных непереносимостей или, не дай бог, аллергических реакций. Поэтому, чтобы это избежать, мы, во-первых, делаем одну траву, мы не делаем 5-10, потому что мы не поймём на что. Вот, мы берём какую-то одну, если нормально пролезло, потом вторую. И в эти дни мы не вводим ничего другого, необычного. То есть, чтобы в эти дни ребёнок находился на своём обычном, привычном питании и ничего не было. Ну и не в период прорезывания зубов, там никогда болеет. Но то, что было, всё спокойно. А так с любого возраста. Вопрос как? Продолжение следует... Продолжение следует...